В Беларуси настоящий велосипедный бум. Вот такая картина уже прочно входит в городской пейзаж. Ещё немного, и в дамской сумочке появится специальный отдел для велосипедных аксессуаров, например, замок. Впрочем, не так давно в этот аксессуарный ряд пришлось вписать ещё один предмет. Вот он. Тогда вы не ошибаетесь. Действительно, наручники. Одно из самых громких дел, одна из самых непростых задач – заставить Аиста снова взлететь. Скандал на одном из самых известных в СНГ заводов – задержание руководства Мотовела. Ущерб в особо крупном размере, проблемы у предприятия колоссальные, и теперь ими займётся бывший мэр столицы Николай Ладутько. Уже подсчитали, что на возрождение Аиста потребуется 5 лет и 10 миллионов долларов. Специально для главного эфира корреспондент программы «Зона Х» Александр Смирнов восстановил картину падения и вместе со специалистами представил план возрождения знаменитого промышленного бренда. В долгах, как в шелках. Это как раз про Мотовела. Бывший флагман вело- и мотостроения оказался в глубокой финансовой яме. Как раз после того, как удержать на плаву, завод взялась австрийская фирма «Атек». Ей в 2007-м Мотовела досталась на льготной основе. К 2012-му владельцы обещали наладить выпуск 500 тысяч велосипедов и 30 тысяч мотоциклов в год. Но бизнес-план рухнул. Наши вещи своими именами называли. Как только резко сократили объёмы производства, конечно, эта махина не могла обеспечить рентабельную работу на выпуск, скажем, 50 тысяч велосипедов. Их надо было выпускать как минимум 500, чтобы это было выгодно. Так? Совершенно верно. Ну, что было обещано инвесторам и что не сделано. 20 миллионов долларов Мотовела должно Белинвестбанку в качестве кредита. 80% производственных площадей заложены под обязательства фирм, вообще не связанных с предприятием. Выпуск продукции в 50 раз ниже точки безубыточности. Таковы промежуточные результаты то ли неудачного маркетинга, то ли неумелого управления. У нас появлялись определённые проблемы в коллективе, потому что каждая организация влекла за собой так называемую оптимизацию, а проще сказать, это уменьшение и вывод численности. С момента, когда Мотовела перешло к австрийской компании АТЭК, число работников сократилось в 6 раз, до 400 человек. Из 3000 станков 2000 продали. Кому и по каким ценам, неизвестно. Задача у нового руководства завода не из лёгких. Поставлена задача главой государства произвести техническое переснащение этого предприятия, закупить новые суперсовременные оборудования, технологические линии. Это не то, что мы сконцентрируем внимание сегодня только на сборочном производстве, оставив в стороне то, что вот это разворовано, демонтировано и продано куда-то непонятно кому и по каким ценам. Каждые выходные в столице собирается неофициальный клуб любителей мотоциклов марки «Минск». Как и у любых байкеров, их философия путешествия, а направление и расстояние не знают границ. Лёгкость, удобство по городу и малый литраж за счёт того, что кушает мало. Светлана катается на Минске третий сезон и ни разу о выборе не пожалела. В свободное от хобби время работает аналитиком. Признаётся, что со свойственным её складоума расчётом выбор марки продумывала не один раз. Некоторые люди как-то стесняются, как-то плохо относятся к минчикам. Я наоборот горжусь тем, что у меня Минск. Я считаю, что это очень круто. Идейный вдохновитель и основатель клуба – бывший работник «Мотовела». Сообщество образовалось как раз 8 лет назад. Говорит, что главный плюс мотоцикла в том, что он ездит, а не стоит в гараже, пока его хозяин ищет подходящие для ремонта детали. Даже когда кто-то выезжает на дальники, так называемые, то есть на несколько тысяч километров соседней страны, очень часто находятся люди по пути, которые встречают, помогают найти ночлег, ещё что-то. То есть бренд интернациональный на самом деле. Неожиданно для нас самые дорогие модели, кроссовые, дорожные мотоциклы сразу продались. Денис признаётся, что торговать продукцией «Мотовела» в его магазине решились только в этом сезоне. Хотя торговая точка специализируется на автозапчастях, положительный результат есть. То есть бренды «Минск» и «Айс», несмотря на многолетние перетурбации на заводе, работают до сих пор. Детские велосипеды тоже пользуются спросом. Весь ассортимент тут от трёх лет, ну и вплоть до взрослых велосипедов. Люди в возрасте уже бюджетные модели спрашивают. Вчера купили вот такой вот горный велосипед из дешёвых. Ну здесь вот была модель. Примерно в такую же цену, там 2,5 миллиона, но горный уже. Пришёл парень, там 14 лет, с отцом. Купили такой велосипед. Много техники столичного завода продаётся и в интернете. Отзывы разные, больше положительных. Но главное, что они есть. Предпочтения любителей велопрогулок и спорта в целом отправляемся выяснять на свежий воздух. Марку не предпочитаю, практичность выбираю. Аист, ну думаю, что надо развивать ещё. Я как-то залезла на сайт, посмотрела, очень хорошие велосипеды. Мне понравилось. Будете покупать? Я буду иметь в виду. Качество не то, не то качество. Крутить тяжелее. На этом намного легче ехать на импортном. Намного легче. И передачи переключаются лучше. Качество лучше, качество. Человек в костюме и галстуке за рулём велосипеда на белорусских дорогах давно не экзотика. В хорошую погоду за руль двухколёсного транспорта пересаживаются все, кому не лень. Да и все, кому лень, но за здоровьем следить надо. И стар, и млад, и парни, и девушки, и спортсмены, и бизнесмены. Каждый находит для себя что-то полезное. Я вот, например, записываю стендап. А есть и те, кто свой путь на работу прокладывает по велодорожкам. Сейчас они активно строятся. В столице к концу года общая протяжённость таких трасс составит 500 километров. И доступны они будут почти в каждой части города. Беларусь не отстаёт ни от мировых тенденций на эко-отдых, ни от финансового кризиса. Профессионалы связывают спад продаж именно с общими экономическими затруднениями. Однако, по словам бизнесменов, у Мотовела корни проблемы заложены совершенно в другом. Политику нужно менять усиленно. Нужно начать производство хороших рам, в первую очередь, лёгких алюминиевых, а не стальных велосипедов. И стараться всё-таки большую часть производства, я уверен, нужно проводить в Беларуси. Потому что сборочный конвейер – это хорошо, но рамы должны производиться однозначно у нас. И тогда это будет достойная конкуренция на сегменте российского марки «Стелс», которая тут доминирует в Беларуси просто везде. А это уже другая сторона медали. Засилие белорусского рынка недорогими марками велосипедов – тёмная сторона луны, если хотите. Ведь речь идёт о сером бизнесе. Николай Ладутько признался, что уже обратился в госстандарт, чтобы ввести так называемую «ввозную марку». Аналогичные меры принимали, к примеру, к обуви. Введение акциза значительно подпортит жизнь нелегалам, а честному бизнесу позволит дышать свободнее. Возная марка, будем считать, что в данной степени пока информация такая, как она есть, это, скорее всего, будет хорошо для всех. Хорошо для всех, я подражаю, тех, кто занимается официальным продажами, официальным ввозом в Беларусь. А те, кто занимается по-другому, ну, это будет освободят эту нишу для, опять-таки, для нас и для, ну, белых поставщиков товаров, белых продавцов. Свой бизнес на велосипедах делает и преступный мир. Ажиотаж на повальном хобби подчёркивает неуклонно растущая в негативном ключе статистика. С каждым годом краж двухколёсного транспорта становится всё больше, а способы всё более ухищрёнными. Происходит переориентация, скажем так, способов хищения имущества граждан. Анализируя суточные сводки, ежедневно практически, обращаю внимание на то, что 95% случаев это хищение велосипедов из тамбура, незакрытого жилого дома, либо из подъезда. Что же касается вредителей с мото-вело, то их делом занимаются следователи КГБ. В это время на заводе идёт техническое перевооружение. Пять лет, 10 миллионов долларов и выверенный маркетинг. На заводе уже заканчивается формирование программы инженерного водооснащения предприятия для вывода его из кризиса. Восстанавливая рынок, мы будем восстанавливать и производство вело- и мототехники. Это будут совместные усилия. То, что мы их вместе потеряли, отдавая предпочтение не всегда качественному, но на 10 долларов более дешёвому продукту. Не всегда качественному продукту. Сейчас новое руководство завода разрабатывает бизнес-план с расчётом на 5 лет. Необходимо просчитать все риски и определить направление вложения, в которые будут оправданы. В первую очередь необходимо восстановить рынки сбыта на всех прежних территориях, в том числе и в Беларуси. Но насколько сильным потрясением для бизнеса станет введение ввозной марки, покажет только следующий велосезон. В главном эфире Александр Смирнов, Андрей Христин и Владимир Циханович.